И всем предложения, зрители, с вами Inver, и добро пожаловать в очередное видео. Добро пожаловать в рубрику Inver News, где мы рассматриваем различные новинки. Это Лего, это Трансформеры, и возможно что-то еще мы делаем в этой рубрике. Сегодня мы уже постепенно будем рассматривать совершенные новые новинки, скажем так, которые нас ждут, получается, очень-очень скоро. И, наверное, даже это уже, получается, новинки на второе полугодие. Получается это, если честно, очень даже хорошо. Потому что я уже знаю, что и Ниндзяга уже что-то анонсировали, да, некоторое количество наборов, и по супергероям, и еще что-то. Так что уже постепенно второе полугодие уже стучится нам в дверь, скажем так. Это, если честно, очень хорошо. Мы сегодня рассмотрим всего лишь одну серию, очень новую, свежую, необычную. И я бы даже сказал, если честно, это что-то крутое в Лего. И как бы почему бы и нет, это современная серия. Сейчас мы в этом убедимся, конечно же. Ну и рассмотрим еще один наборчик по супергероям. Не знаю, как бы еще что-то будет выходить или нет. Но сейчас мы это, естественно, выясним, поймем что-то чего. Давайте, наверное, не буду тянуть. Перейдем к рабочему столу. Погнали. Вот наш замечательный, конечно же, рабочий стол. И что же тут у нас имеется? У нас имеется новая серия, которая называется Видео. Как я понимаю, или Видео. Как-то так, получается, это произносится. То есть, получается, это что-то, как бы, не знаю, как даже правильно выразить. Это, получается, у нас классные, необычные герои, мини-фигурки различные в разных костюмах и так далее. Получается, да. И у них имеются такие, скажем так, квадратики с принтами. То есть, получается, у нас такие музыкальные фигурки. То есть, певцы они, музыканты, рэперы, что-то наподобие этого. То есть, у нас будут различные здесь фигурки имеются в коробочках. То есть, их нельзя будет прощупать. Получается, к этому все ввелось. Если честно, это очень, с одной стороны, очень плохо, но, с другой стороны, понятно, почему это сделали. Потому что, раз фигурки очень крутые, навороченные, и, как бы, чтобы их взяли, быстро нашли, как бы, сейчас. Ага. Поэтому решили сделать коробочки. Ну, и также у нас еще здесь будут кое-какие наборчики. Скажем так, очень крутые фигурки. Вот, как мы видим на экране, очень такие крутые фигурки. Они у нас будут в специальных коробочках. Различные картинки я набрал. Мы сейчас их, естественно, рассмотрим. Как бы, вот такая первая начальная картиночка. То есть, это что-то из современного. Потому что сейчас имеются различные такие приложения на телефон, где ты снимаешь. Например, какая мюзикл и так далее. А что-то наподобие этого получается. И сейчас это неплохая серия. То есть, для детишек, я думаю, очень даже подойдет. Почему бы и нет. Тем более, если они снимают какие-то там видео на полминуты и так далее. Лего фигурку еще имеете. И что-то подобное, да. Схожесть какая-то. Я думаю, можно. Это вот первая картинка. Вторая, вот. Они у нас вот такие коробочки. Получается, это у нас, где будут иметься, вроде бы, с не ошибаюсь, 12 мини-фигурок. С различными штучками. Я бы некоторых, конечно, купил бы. Наверное, они будут продаваться. Но как их найти? Не знаю. Будет какая-то хитрушка. Может, какие-то циферки. Если да. Я бы хотел собрать всех, которые мне понравились. Если, увы, никаких хитрушек не будет. Просто наугад. Берешь, то, увы, придется взять пару коробочек, наверное, и все. И забыть про эту серию. То есть, вот как-то так получается. Тем более, у меня нет столько денег, чтобы покупать и иметь много-много повторов. Это у нас первая серия. Получается, они нам дают намек, что будет и вторая серия. То есть, они понимают, что эта серия зайдет. И у нас имеются огромные коробочки. Я бы взял бы один наборчик. Наверное, вот этого товарища. Мы сейчас это рассмотрим. Потому что мне как-то этот наборчик очень даже понравился. Цена вот этих будет 5 евро. Это у нас 20 евро. С одной стороны, я понимаю. И по акции, я думаю, очень даже неплохо, если честно. И плюс это у нас будет на приложение. Также работа, действовать. То есть, получается, что-то сканировать. Будут какие-то кубики и так далее. Даже не знаю, нужно ли приложение. Не нужно как бы детям. Нужно ли это вообще? Если честно, мне это не нужно. Мне это неинтересно. Были приложения на хайден сайт. Еще что-то было, да? Что-то там сканируешь. И там у тебя что-то появляется на экране. Я не знаю. Это интересно и неинтересно. Если вам это интересно, напишите ваше мнение в комментариях. Да? И почему? Нет? И почему? И как бы, не знаю, нужно ли это приложение делать. Оно как бы успеха имеет, не имеет. Но они делают, продолжают. Ладно. Но вот такие у нас коробочки имеются. Это получается, здесь вообще все у нас имеется. Здесь у нас имеются и коробочки. У нас имеется имени фигурки, которые будут в маленьких коробочках. Если честно, очень даже приятно смотрится. И как бы они у нас, вот эти фигурки огромные будут в специальных, скажем так, коробочках. Как бы наушничках получается. Да? И смотрится очень даже презентабельно. Но давайте мы поподробнее все рассмотрим. Вот такое изображение имеется. Как бы, да. Мне вот эта фигурка очень понравилась. И само по себе, скажем так, коробочки и так далее, очень даже понравилась. Что-то, скажем так, под Cyberpunk, скажем так. Ну что-то есть, по-любому что-то чуть-чуть есть. Я тут думаю, вообще смесь всего разных серий. Какие-то отсылки, возможно, будут. И вот эти, получается, квадратики можно будет сканировать в приложении. И что-то будет, не знаю. Играть, музыка какая-то, какая-то движуха будет. Даже непонятно. Но у нас будет здесь иметься новые детали, что очень даже неплохо. Вот наше приложение. Либо тут вообще какая-то будет играть. И что-то еще сможешь делать. Пока непонятно, если честно. Но, получается, там будет появляться и твоя коробочка. И, скажем, и фон, и фигурка. И что-то будет происходить. Что, пока непонятно. Не знаю, интересно будет это или нет. Но ладно. Вот у нас такие коробочки. Если честно, очень даже неплохие коробочки. Фигурки твои пылить с ней будет вообще замечательно. Вот я вот эту бы взял бы, если честно. Мне как-то фигурка понравилась. Да, и сама по себе коробочка такая интересная. Вроде бы они здесь, да, на вид почти одинаковые. Но с обратной стороны вроде бы как-то слегка будут отличаться. Но пластмасса вот эта прозрачно очень даже, если честно, полезная. То есть можно куда-то будет использовать для какого-то корабля космического. Возможно, для самоделок. Почему бы и нет. Эти у нас получаются такие ремешки, не ремешки. Что-то наподобие этого. Получается, они будут из пластмассы сделаны. Но, если честно, очень даже и неплохо вылет. И какой-то, не знаю, новый что ли прорыв в лего. Может быть, мне кажется. Но все равно вот у нас такая еще фигурка будет иметься. Различные здесь вот такие принтики. Если честно, тут принтов навалом получается. Это принты, вряд ли наклейки. Потому что замучаешься, если честно, наклеить. Их можно, например, оторвать и использовать для какой-то самоделки. Еще для чего-то. Да и фигурка вот эта сама очень даже неплоха. Как бы такая русалка имелась. Но она такая немножко другая. Почему бы и нет. Такие будут коробочки. Получается, первая серия. В первой серии у нас будет иметься 12 фигурок. Если честно, они все необычные. Прикольные. Можно было бы иметь всех. Но есть некоторые, которые, правда, какие-то очень-то и простенькие. И вопрос, зачем вы их сделали. То есть, получается, да. У нас здесь музыка, видео, создавая. Что-то наподобие этого. То есть, получается, музыкальные... Создатель музыкальных видео, получается. Да. Что-то подобное сейчас имеется. В общем, как бы тут у меня конкретный в разброс, если честно. Вот такая коробочка. То есть, много разных этих кубиков имеется. Даже за 20 евро ты сможешь получить Brick Separator. Это, если честно, полезная, оказывается, вещь. Если честно, я кое-какое время пользовался для кое-чего. Если честно, очень даже приятно. Они запчасти отстают от, скажем так, от другой запчасти. Очень даже хорошо. Раз надавил и запчасть отскочила. Честно, приятно. Полезная вещь. Если честно, да и можно и для самоделок пустить. Фигурка, если честно, неплоха. Но сама по себе вот эта коробочка такая, ну не знаю. Ну, может быть и ничего по цветам. Но как-то лично мне простенько. Вот наши 12 мини-фигурок. Если честно, они все неплохи, необычные. Но, конечно, не знаю даже принты. Да, есть одинаковые, к сожалению, повторяются. Куда их применить? Я даже не знаю. Получается, наверное, фигурку можно сюда поставить. Это очевидно. И взял вот так, например, на полочке поставил. Но, в общем, можно так, наверное, сделать. Но, как бы, даже не знаю. Если ты хочешь просто собрать эти фигурки, а вопрос, зачем тебе эти нужны, у тебя эти всякие принтики, как бы, ну, может, куда-то и найдешь применение. Ну, даже не знаю. Сейчас, с одной стороны, приятная, классная серия. С другой стороны, временами, может быть, где-то спорная. Но, в общем, фигурки. У нас вот такая классная фигурка, хорошая. Потом такая подобная была. Но почему бы еще не заполучить? Это у нас вообще суперская фигурка. Я бы, наверное, хотел бы ее приобрести. В первую очередь. То есть такое мороженое. Почему бы нет? Классная выглядит. Это у нас такой какой-то шериф, не шериф, что-то наподобие этого. Ну, было, но ладно. Кошечка такая еще какая-то. Или гепард, что-то наподобие этого. Хищник, скажем так, в целом, да. Тоже неплохо. Такая подобная выходила и не раз. Почему бы еще не получить? Еще одно животное. Можно. Такой инопланетянин. Что-то с футурами похожее, да. Было там у нас такой какой-то герой одноглазый. Почему бы и нет? Еще джин. Почему бы и нет? Хотя очень странно. Ну, ладно. У нас вот такой еще волк имеется. Подобный был, если честно, в серии. Если не ошибаюсь. Ну, ладно. Такая акула, если честно. Ну, такая необычная, если честно. То есть, получается, здесь у нас полу-люди, полу-какие-то монстры. Еще что-то. И вот такой самурай. Если честно, очень странный. Если честно, как будто китайская фигурка, а не леговская. Здесь видно, что, да. Леговские фигурки и так далее. Здесь, как бы, здрасте. Но не знаю. Не знаю. Я бы некоторых, если честно, взял бы. То есть, пятерых, я думаю, точно насчитал бы. Ну, и вот такая коробочка, которую я, наверное, бы взял бы. Потому что выглядит как-то для меня очень даже презентабельно. Может, по цветам очень и строго. Но мне в данном случае нравится. Вот цвета здесь очень для меня хорошо здесь сочетаются. Я бы взял бы. Да и фигурка сама очень даже крутая. То есть, у него имеются клещи вот такие, скажем так, да. На плечах и на спине. И, как бы, чтобы не в руке держать микрофон, а на этих, скажем так, клещнях. Почему бы и нет? Если честно, фигурка очень классная. Такая полузолотая. Мне она понравилась. Что-то под Сайберпанк, скажем так. Но я бы взял бы по скидке. Почему бы и нет? Ну, и последнее, что мы сегодня рассмотрим. Это у нас наборчик по Марвел. Какой-то, получается, новый китайский герой. Или что это? Шанг Чи. Шанг Чунг. Шанг Чанг. Как там, не помню. В Мортал Комбат какой-то подобный герой был. Что-то оттуда взяли. Или это из комиксов был. Но я не знал. Либо вообще что-то свое выдумали. Даже не знаю. Пока что я Марвел не интересуюсь. Вот этой четвертой фазы вообще не в курсе, что там происходит. Но тут у нас, получается, имеется 4 фигурки. Главный герой, как я понимаю, будет иметься. 3 еще какие-то, наверное. И враг будет иметься. Какое-то существо здесь имеется. Даже не понимаю, что это за летающая непонятка. Вот какая-то, да, летающая непонятка. И вот такой вот дракончик получается. Ну, вроде-то и неплохо по цветам. Да, как бы строго белый и бордовый такой, да. И все. Но, может быть, и неплохо. Цена, наверное, будет стоить и 50 евро. Потому что, ну, это аж Марвел. И как-то вот так вот. Пока что не знаю. Может быть, еще какие-то наборчики по этой серии у нас будут. Но пока что стольчика. Ну и что ж. Мы рассмотрели все новинки, которые у меня имеются. Возможно, вы уже где-то видели. Возможно, нет. Но мое мнение, я думаю, тоже было вам интересно послушать. Потому что, как бы, если честно, такого я еще в Лего не видел. Да, какие-то были серии, там, Чима. Там, не знаю, Некстональдс и так далее. Но они чем-то на друг друга были похожи. Если так уже говорить слегка. А это вообще что-то вроде бы-то и новое. И не знаю. Может быть, когда-то подобное что-то и было. Но я не замечал. Да, были различные коробочки, например, по Фрэнс, Ниндзяга, Автоматы. Но это совсем другое. Здесь конкретно вообще что-то получается действительно новое. Это приятно. Это хорошо. Как она пойдет, эта серия, я даже не знаю. Раз они написали первая серия, получается, все. Будет вторая серия. Видимо, в следующем году будет вторая. Посмотрим. Но даже не знаю. Это все, что они могут предложить. Маленькие, большие коробочки. Либо будет еще что-то, где ты можешь какую-то витрину сделать. Может быть, дисплей какой-то и еще что-то. Может быть, что-то такое будет потом. Но, видимо, это пока такой вот старый. В общем, нужно следить, смотреть, как что будет с этой серией происходить. Все. Пока что стоечка новостей. Больше ничегошеньки не имеется. Но, видимо, наверное, очень-очень скоро будут появляться различные новинки на второе полугодие. И мы, естественно, с вами будем рассматривать, критиковать, радоваться, хвалить и так далее. Будем все это делать в рубрике Inver News. А пока что спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. Нажмите обязательно на лайк, чтобы поддержать меня. Нажмите также на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Ну и, конечно же, увидимся в новых свежих видео и в рубрике Inver News. Почему бы и нет. Все. Всем спасибо. Всем удачи. И всем пока.